Эфир канала «Россия-24» продолжает программу «Вести Ульяновск» в студии Ксения Грищенко и смотрите в этом выпуске. 100 лет гражданской авиации России и Ульяновск в числе городов номер один, кому положено отметить праздник. О перспективах развития отрасли узнаем через полминуты. Трудятся день и ночь, и пока в намеченный график входят о новостях с большой стройки на Свияге, расскажут инженеры и подрядчики. Львят уже ремонтируют. Новые симпатичные трамваи оказались не на ходу. 14 вагонов пока работают и столько же ждут ремонта. Ульяновск готовится к суду с производителем. Сегодня 100 лет гражданской авиации России. Ульяновск по праву отмечает этот праздник как авиастолица страны. У нас высшее учебное заведение, которое выпускает сотрудников гражданской авиации. Два аэропорта и завод по выпуску самолетов. Сегодня глава региона Алексей Русских поздравил работников профессии и поделился с ними перспективами развития отрасли. Приятного полета! Фразу, с которой начинается каждое авиационное путешествие, сотрудники Ульяновского аэропорта ежедневно произносят тысячи раз. Для того, чтобы полет был по-настоящему приятным, в последние годы здесь проделали большую работу. За последние 10 лет наш аэропорт прошел несколько этапов модернизации. Была выполнена реконструкция аэровокзального комплекса, реконструкция взлетно-посадочной полосы. Выполнены работы по оборудованию и техническому оснащению пункта пропуска через государственную границу РФ. Сегодня взлетно-посадочная полоса аэропорта имени Карамзина способна принимать большинство типов воздушных судов. А упор здесь на пассажирские авиаперевозки. Только за прошлый год Ульяновский международный аэропорт обслужил больше полумиллиона пассажиров. В планах на 23-й увеличить этот показатель. Уже сегодня ведутся переговоры об открытии новых межрегиональных авиамаршрутов в числе потенциальных городов Махачкала. Прошлой осенью Ульяновск навел воздушные мосты с минеральными водами. Улететь можно также в Москву, Екатеринбург, а еще в Сочи, Киров, Санкт-Петербург и Новосибирск. Сегодня регион ведет переговоры со столицей Дагестана. С 1 мая нам уже коллеги из региона подтвердили такую возможность. Также планируем открыть рейс в Калининград. Рассчитываем на то, что загрузка воздушного сумма будет составлять порядка 80%. Для Ульяновской области День гражданской авиации – праздник особый. Ведь в регионе не только строят самолеты, но и обучают ими управлять. У ИГА – один из ведущих авиационных вузов России. А преподают здесь люди, которые всю жизнь посвятили небу. Эти кадры мы сняли осенью 2018-го. Тогда впервые за 30 лет в кабину Ту-154 поднялся экипаж Виктора Копасова. Я на ней стал летать в 1976 году. Сам самолет сложен в знаниях, потому что здесь появились совсем другие системы, другое навигационное оборудование. На тот момент командир-инструктор уже отпраздновал 82-й день рождения, но продолжал обучать новое поколение пилотов, которые уже скоро сядут за штурвалы современных российских лайнеров. Только в Ульяновске сразу несколько предприятий участвуют в кооперации по созданию перспективных воздушных судов. Состояние авиационной отрасли – это чуткий, стопоцентный, верный показатель того, какое место занимает государство в мировом индустриально развитом обществе. И в том, что Россия сохраняет за собой звание мировой авиационно-посмической державы, более чем достойную роль ввели наш регион и его жизнь. В день гражданской авиации награды из рук главы региона получили те, кто уже десятки лет обучает новое поколение пилотов и диспетчеров, специалистов по воздушной безопасности и авиатопливному обеспечению, тех, кто провел в небе тысячи часов своей жизни, тех, кто сегодня продолжает закладывать фундамент безопасных и приятных полетов. Артем Петров, Денис Миронов и Александр Рассохин. Вести. Ульяновск. По итогам прошлого года пассажиропоток из центрального Ульяновского аэропорта составил 530 тысяч пассажиров. Традиционно самыми популярными направлениями остаются столичные города и черноморские курорты. Так, в прошлом году прямыми московскими рейсами воспользовались 400 тысяч человек. На рейсах в Санкт-Петербург было 70 тысяч, а маршрутом в Сочи воспользовались 33 тысячи пассажиров. В октябре из Ульяновска был запущен новый регулярный региональный маршрут в Минеральные воды. До конца года возможностью перелета на данном направлении воспользовались 3000 жителей и гостей нашего региона. Напомним, что до 25 марта аэропорт Карамзина работает по зимнему расписанию. Напомним, что до 25 марта аэропорт имени Карамзина работает по зимнему расписанию. В этот период ульяновцам доступны прямые авиарейсы в вышеперечисленные города, а также в Екатеринбург и Новосибирск. На Минаевском мосту специалисты обследовали техническое состояние балок на правом путепроводе. Они были построены в конце прошлого века и фактически могут использоваться повторно. Пока строители ждут результаты, параллельно идет работа по устройству свайного поля под опоры путепровода. А на месте будущей развязки продолжается перенос тепломагистрали. Проложено уже более 350 метров и устроено 14 ростверков. На данном этапе проводится совещание. Выбираем дату поврезки к существующим тепловым сетям. С Т-плюсом как раз ведем переговоры по этому поводу. Все работы на мосту под строгим контролем независимых экспертов. Они проверяют качество их выполнения и соответствие ГОСТам. Такой же мониторинг на соседней стройке, где возводят новый мост через Свиягу. В створе улиц Смычки и Шевченко. Работы на этом участке уже выполнены наполовину. На сегодняшний день бетонные работы по возведению опор сделаны на 65%. Это полноценно 4 опоры. 1, 2, 3, 4. Пятая опора – это 20 бурнобивных свай. Восьмая опора – 20 бурнобивных свай. Седьмая опора – на сегодняшний день делаем последний свай из 20. Обе стройки идут строго по графику. Новый мост должны открыть в конце ноября. Ульяновская городская администрация готовится к суду с производителем трамваев «Львенок». Из 29 новых вагонов на линии работают 14, а 15 находятся в ремонте. Основные проблемы связаны с лопнувшими бандажами и погодными условиями, которые привели к выходу из строя семи двигателей. Экспертиза показала, что механизмы выходят из строя из-за нарушения технологии их изготовления. Аналогичная проблема возникла во всех городах, куда были поставлены вагоны данного типа. Но только Ульяновск довел дело до экспертизы. Поставщику направлены претензии и выставлен счет для возмещения убытков в досудебном порядке. Стоимость деталей оценивается почти в миллион рублей. Также администрация города планирует закупить спецтехнику для ремонта трамвайных путей. Их общая протяженность составляет 129 километров и уровень износа оценивается экспертами в 80%. Для решения проблемы город планирует войти в государственную программу поддержки электротранспорта, чтобы капитально обновить около 40 километров путей. Участникам СВО и близким родственникам мобилизованных будут созданы особые условия для прохождения диспансеризации. Они смогут посетить врачей в удобное для них время. Также семьям военнослужащих теперь предоставлены услуги социальных нянь для детей. В ближайшее время для этого будут обучены еще 50 специалистов. Обращаться нужно в районную соцзащиту. Отдельно будет проработана и тема льготных мест в летних лагерях для детей бойцов СВО. Губернатор уже распорядился заключить договоры с собственниками оздоровительных загородных учреждений, а Министерству образования сформировать списки льготников. В Ульяновске продолжается неделя НАЦ-проекта образования. В рамках темы проводятся конкурсы профмастерства «Дни открытых дверей» и фестиваль науки. Запланированы разнообразные выставки и конкурсы. В кванториумах, айти-клубах и точках роста приглашают желающих познакомиться с возможностями этих современных образовательных площадок. В детских садиках проходят познавательные дни экспериментов. Напомним, НАЦ-проект включает в себя ряд федеральных программ, направленных на поддержку талантливых детей и педагогов, а также совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и создание необходимых условий для раскрытия способностей подрастающего поколения. И в первой гимназии в рамках недели образования открыли первичное отделение «Движение первых», которое летом прошлого года создано по распоряжению Владимира Путина. Какие возможности оно открывает для детей и подростков, расскажет Артем Петров. В музее 1-й Ульяновской гимназии значительная часть экспозиции посвящена пионерии. В советские годы это движение объединило миллионы школьников. Сегодня в России подростки могут участвовать в различных проектах, как пример «Юнармия», «Российское движение школьников» или «Большая перемена». Но подобных крупных движений в стране множество. Под одно крыло теперь их объединяет «Движение первых». Во-первых, это делает движение по-настоящему доступным, все охватывающим. Во-вторых, в рамках одной площадки, одного сайта гораздо проще найти именно те проекты и мероприятия, которые интересны каждому из вас лично. А значит, станут точкой отчета для нового будущего, которое создаете именно вы. Занятие о себе найдет каждый подросток, ведь направлений, которые охватывает российское движение детей и молодежи, множество. В данном движении будут реализовываться такие направления, как экология, художественное творчество, технология, медиа, пространство, волонтерство, естественно же и патриотизм. «Движение первых» – это еще и мощнейший кооперационный толчок. Подростки из разных организаций теперь могут обмениваться наработками и опытом, а еще вместе создавать собственные проекты. Взаимодействие вместе всех движений – это более масштабные конкурсы, акции, мероприятия. Каждое движение будет брать что-то другое, интересное у другого движения, и для ребят это будет намного лучше и интереснее. На базе школы средних учебных заведений в регионах страны сегодня стремительно открываются первичные отделения нового движения. Каждый может стать участником движения в возрасте от 6 до 18 лет, поэтому это возможно для всех. Но я думаю, что 25 тысяч ребят мы к концу года точно осилим. А самое главное, что движение первых создают совместно с детьми и по их инициативе. Оно сплотит и охватит наибольшее количество подростков. В движении первых каждый найдет для себя полезное и интересное дело. А главное – сможет раскрыть свой потенциал в многогранной палитре возможностей. Артем Петров и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. 15 погибших и 9 травмированных с начала года только по причине пожаров в домах. Статистика удручает о том, как обезопасить себя и окружающих. Не довести до беды сегодня в программе «Тема дня» расскажет заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Вячеслав Вагин. На этом эфир программы «Вести. Ульяновск» на канале «Россия-24» завершается. Далее информация о погоде. Оставайтесь с нами. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью по области от 9 до 14 градусов мороза. В Ульяновске от 9 до 11. Субтитры создавал DimaTorzok